Народ, сегодня мы попробуем приготовить вырезку, получится что-то типа такого ростбифа, офигенно сочного, мягкого, нежного, розового внутри. Фишка этого выпуска будет в том, что я попытаюсь этот ростбиф приготовить в виде двух кусков. То есть один кусок, это не совсем ростбиф, короче это будет вырезка, нежная, сочная вырезка. Один кусок мы приготовим в су-виде, а второй я попробую до такой же степени прожарки приготовить на сковородке. Тема будет вот в чем. Нафига козе баян? То есть, я не знаю, откуда такая поговорка нафига козе баян? Это откуда, я вообще фиг его знает. У меня все мама почему-то говорит, нафига козе баян? Это что, откуда это вообще пошло? Неважно, короче, как говорила та бабка, нам и нафиг не нужен су-вид этот ваш. Можно ли просто на сковородке пожарить кусок вырезки, кусок мяса, возможно стейк, чтобы он был таким же розовым, сочным и однородным, как при приготовлении с помощью су-вида? Ну и обалденный соус сделаем, как всегда. Рецепт, так сказать, не супер дешевый, но для этого рецепта я затарил вот такую вот вырезочку. Между прочим, это Prime. Вырезочка где-нибудь написано? Вот. Вырезка говяжья Prime. Скажите, что такое Prime? Все очень просто. Вы, короче, берете любой кусок говядины ангуса и смотрите. Там написано Select, Choice или Prime. Select, она будет практически не мраморная. Choice, она будет, ну, очень достойная. Уже можно жарить, отличные будут стейки. Prime, самое нежное, самое сочное, самое тающее во рту, с кучей-кучей мраморных прожилок. Именно прожилок. Впрочем, для вырезки это не так важно, потому что там мраморность не особо важна. Главное, чтобы просто мясо было нежное, мягкое и сочное. Там прожилок не так много. Кстати, когда считаются прожилки, ну, ты типа даешь специальным ученым даешь кусок мяса, и они тебе говорят, это Select, Choice или Prime, исходя из того, сколько там внутримышечного вот этого вот мраморного жира. Не кусков, а именно вот этих вот таких ниточек жировых. Пленки нужно срезать. Само собой, все это дело нужно зачистить. Ну, в зависимости от того, как постарался мясник, который все это дело отрезал. Там либо будут пленки, либо нет. У нас мясо с пленками. Пленки суперски срезаются острыми ножами. Вы не сможете срезать пленки с мяса тупым ножом. Точнее сможете, но вы раскромсаете вашу вырезку, которая капец какая дорогая. Поэтому используйте супер острые ножи. Угадайте, какие. Сегодня я буду пользоваться филейничком от Самуры. И я буду пользоваться ножиком Рептайл от Самуры. Вот такие вот штуковины. Кому нужны ультра острые бритвенно-острые ножи, зацените, просто берешь вот так и не прикладывая усилий, он просто отрезает бумагу сам. Короче, кому нужны супер острые, божественные, стильные, дизайнерские ножи, бритвенно-острые, само собой, супер удобные. Ссылочка будет в описании. Сделаем два практически одинаковых тестовых куска. Один, повторяюсь, сделается в сувиде и быстро обжарится. Второй я попытаюсь довести до нужной температуры просто на сковородке. Отрезаем. Мраморность, детка, вы только посмотрите на эти прожилки. Это, друзья мои, жирочек. Да. Один кусок сувидим, то есть вакуумируем его в пакете. В пакет при высасывании воздуха будет кусок мяса плющить, поэтому, чтобы он сплющился меньше, давайте его обернем бечевочкой. Тот, который мы не будем плющить в пакете, его можно ничем не обвязывать. Понты с петлями мясника я делать никакие не буду, просто сделаю несколько отрезов вот таких и немножечко подзатяну. Я думаю, что шесть ниточек вот таких хватит. Оба куска само собой солим и перчим. Весь этот рулон это здоровенный длинный пакет. Собственно, отрезаем его, нам супер длинный не нужен. И этот рукав запаиваем с одной стороны. Подсовываем вакууматор вот сюда, закрываем и, собственно, запаиваем. Открываем, он запаин. Подвязанный кусочек мяса аккуратненько вот так сюда помещаем. Теперь смотрите, насколько попытается его сплющить вакуумом. Закрываем, высасываем воздух. Это не очень мощный вакууматор, но более чем хватает. И наш кусок пытается сплющить, но не может, потому что у нас там чудесные ниточки. Видите, аж сок пошел. И, собственно, оп, его запаивает. Стравливаем воздух, открываем. Посмотрите на эту конфету. Просто круглая конфета. Ну, как бы охапка дров и плов готов. Вопрос, какую температуру выставлять в сувиде? Ну, где-то, я думаю, вот такой толщины это на час, наверное, хватит или около того. Смотрите, если я сделаю мясо слишком сырое, то есть 55, например, 58 градусов, то есть сильно розовое, оно будет вкусное сразу же, если есть. Но, если такой кусок не съесть мгновенно, а потом на следующий день или через пару часов ты вот нарезочку такую сделаешь, оно будет супер кровавым. Поэтому, если 55-58 градусов, то жрать нужно сразу. Я сделаю 62 градуса, чтобы оно было и розовое, и сочное, но на следующий день я мог достать этот прохладный такой типа розбив из холодильника, нарезать себе на хлебушек с горчичкой или там, ну, то есть съесть не дожаривая. Так что 62 градуса на час. Так вот, опускаем. Пока все это дело готовится, давайте намутим один из самых офигенных, простых и насыщенных соусов для сочного куска мяса. Возьмем шалотинки. Что касается лука шалот, честно вам скажу, я в ресторане никогда не работал, я вижу, что все профессиональные повара в своих рецептах, они используют шалот и говорят, возьмите лук шалот, берите шалот, шалот офигенный. Что я скажу за шалот, товарищи? Так и дорогой он, это раз, ощутить супер разницу, он типа послаще, это два, и его неудобно резать, потому что он, блин, маленький, это три. Ну вот как бы и спрашивается, стоит ли это того, на мой взгляд нет, но какой бы видос, а еще хер его достанешь, то есть он там в одном из пяти магазинов, предположим, будет, и то в крупных. Поэтому, я не знаю, во всех рецептах на ютубе все иностранцы такие, шалот, use шалот, шалот, let's cut some шалот, хер его знает, честно говоря. Для этого рецепта нам понадобится бульон. Ну, у меня сейчас бульона нет, и честно говоря, советовать в каждом рецепте, вы знаете, в американских рецептах вообще в каждом втором. И соус делается на основе бульона. Ливаните бульона, глазируйте все это бульоном. Чуваки, что у каждого в магазине есть бульон готовый, знаете, такой жидкий. В магазинах такое бывает, в гипермаркетах, но очень редко. Ну и, собственно, в морозилке у вас тоже бульона, скорее всего, нет, поэтому я использую кубики. Тоже очень вкусно, очень похоже. Пока бульон растворяется, нарежем лучок. Также срезаем цедру с одного апельсина. Этим янчика берем. Ну, не так много, конечно, но берем. Сок из апельсина нам тоже понадобится. Ну и да, еще полтора стакана бульона и полтора стакана красного сухого винища. Сначала обжарим лучок на сливочном масле. Кстати, заранее еще смешаем со сливочем. Чтобы соус загустел, нам нужно будет такая сливочная мука. Со сливочным маслом смешаем столовую ложку муки. Вот две столожки сливоча, столовая ложка муки. Ну и с мягким сливочным оно мгновенно перемешивается. Получается что-то типа такого мучного комочка. Ну и до легкой золотистости обжариваем шалот, на который потрачена куча денег. Не знаю, чтобы что. Серьезно, есть вещи, которые типа стоят денег. То есть платить за мраморную говядину прайм, то есть не селект, не чойс, а прайм. Я смысл вижу. Платить за шалот вместо обычного лука – прохладная идея, на мой взгляд. Как только лучок начинает становиться прозрачным, добавляем наше вот это мучное масло. И оно поможет всему этому делу дообжариться. Видите, сразу что-то начинает подгорать ко дну. Это нормально. Главное, чтобы оно не было черным. Маслица растаяла, собственно. И мука подзолотилась, чтобы не было запаха сырой муки. То есть все это загустеет просто божественно. Льем. И сразу же размешиваем. И все у нас от дна отходит мгновенно. Туда же добавляем сок апельсинов, вот эти вот так вот, которые мы разрезали и цедру сняли. Добавляем цедру. Вот и она. Тоже замешиваем туда. И тимьянчик. Берем тимьян. И вот так кидаем. Зашибись. И, собственно, все это дело теперь в 2-3 раза упарится. Мы процедим. И это офигенный соус. Прошел час и видная наша штука 62 градусная. Выглядит, конечно, просто отвратительно. Ну и пускай выглядит. Запихнем ее пока что в духовку. Я заталкиваю ее в духовку не для того, чтобы она там доготовилась. Там стоит 50-60 градусов. А для того, чтобы дать время нам пожарить второй кусок. Я хочу их одновременно разрезать. Тот кусок, который будет жариться на сковородке, ему нужно будет в фольге в любом случае отдохнуть. Этому отдыхать не надо. Так что пока он останется просто тепленьким. Это не доготавливание. Короче, его можно прямо сейчас жарить. Что касается того, что мы пожарим на сковородке. Вот этого вот куска точно такого же. Мы будем его жарить тоже до 62 градусов внутри. А это значит, что когда внутри будет 56-57, все это дело надо будет вырубать, заворачивать в фольгу и оставлять на 20 минут. Огонь. Сковородочка. Не супер сильно разогреваем, не до алого цвета. Оливочи нормально так. Так, готовим сразу кусок фольги, чтобы сюда переложить и все это дело завернуть. Наша задача, наша задача задать корочку. А потом, собственно, медленно крутить, вертеть уже на среднем газу, пока внутри не станет там 56-57 градусов. Без термометра здесь ловить вообще нечего. Корочку мы задали, теперь делаем маленький огонь и каждые 30 секунд переворачиваем. Иногда на торец переворачиваем. Иногда вот так кладем. Крутим, вертим примерно 10 минут. После этого начинаем измерять температуру внутри. Кусок мяса весь такой жарится, но как начать измерять в нем температуру, когда прошло 10 минут, мы его постоянно переворачивали. Смотрите. Ну вот, смотрите, отметили половину толщины, схватили вот так и такие... Фигак. Здесь будет примерно центр. Вот там у нас 46 градусов. Будет 56-56, значит 56 будет. Будем срочно все это дело заворачивать в фольгу и доставать. Кстати, что касается соуса, он капец как загустел. Мы его упарили в два раза, осталось только его вот так протереть и посмотреть, сколько у нас там супер густоты протечет. Вы скажете, ну так мало его получается, капец. Ну, понимаете, здесь на порцию 3 столовых ложки этого соуса более чем. Собственно, остается весь этот жмых, знаете, полтора стакана соуса или около того. Но этого хватает на кучу-кучу порций, это концентрированный вкус. В самом центре у нас 50, но если чуть-чуть под вытащить щуп, мы увидим, что температура растет. То есть на краешке у нас уже 55, а под самой корочкой, например, у нас уже вообще больше, чем готовность. Поэтому берем, кладем и, собственно, заворачиваем все это дело во много слоев фольги. И просто на 15 минут минимум забываем, что у нас такая конфета существует. Помните, у нас есть еще одна конфета? А вот она, наша сувидная конфета, которую нужно только обжарить. Поэтому просто открываем ее. Так, оп, 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 оп. И достаем. А, достается просто пальцами. Красотка. Можно срезать нитки. Они особо не понадобятся, потому что все это дело уже приняло форму из-за температуры. Все-таки 62 градуса достаточно много для куска мяса. Ну, посмотрим, что лучше получится руками обжаренное или все-таки сувиди. Так. Здесь нужна уже бешеная температура. Нам не нужно, чтобы наша вторая конфета, готовая внутри, продолжила готовиться. И торцы запечатываем. Ну, хотя это никакое не запечатывание, оно ничему не помогает. Но пускай будет красиво снаружи тоже. С торцов тоже. Итак, друзья мои, настал ключевой момент. Сейчас я прямо по центру разрежу эти две колбаски. И мы посмотрим, насколько однородной получилась сувидная колбаска и на сковородке. Собственно, какая розовизна есть, есть ли она вообще внутри. Погнали. Сначала разворачиваем нашу чудесную конфету, обжаренную на сковородке. Вот она отдохнула, все дела со всеми соками. Вот она. И рядом кладем ту конфету, которая обжаривалась в сувиде. Делаем срез. Прямо посередине разрезаем сковородочную. Бэм. Сковородочная. Теперь заметьте, что примерно сантиметр, вот видите, вот посюда. Сантиметр мы потеряли. Вот эта вот штука, которую мы обжаривали, это полный вэлдан. Вот это вот все по кругу полный вэлдан. А теперь сувидную. Мне кажется, разница очевидна. Итак, друзья мои, потеря сочности. Здесь миллиметра 2-3 в сувиде. И даже, наверное, больше. Посмотрите по краям. Посмотрите, сравните по краям. И больше сантиметра на сковородке. Но все равно получается и там, и там супер сочно. Ну и, собственно, давайте определимся, какая же здесь мораль. Но сначала кусочек попробуем. Кстати, насколько эта штука нежная. Но нежная она настолько, что, в принципе, нож вам не нужен. Потому что это праймовая вырезка. Она режется вилкой. Пробуем. Во-первых, этот рецепт однозначно идет в так называемый золотой пантеон. Это невероятно вкусно. Это невероятно нежно. Это дорого. Но соус, который мы сделали, вот этот соус из лука, вина, сливочного масла, тимьяна и цедры. Этот соус просто божественный. То есть, я не знаю, мне хочется взять вот этот кусок, вот так его полить и съесть. Если хочется, я это сделаю. Что касается су-вида. Возможно сделать стейк сочным. Возможно сделать стейк офигенным. Вот так, я покажу вам. Вот так вот. И без су-вида. Просто даже без духовки. Просто обжаривая на сковородке. Но. Если вы жарите стейк чаще. То есть, вы любите стейки. Вы любите вкусные стейки. Вы попадаете в прожарку. То есть, вы хотите получать каждую, не знаю, вот. Каждую секундочку вот этого вот божественного вкуса. Вот этой вот сочности. То есть, вы хотите получать прямо все, что возможно. То вам нужен су-вида. И я объясню почему. Потому что, если вы делаете стейк раз в месяц, то су-вида не окупится. Он стоит около 10 тысяч рублей или типа того. Но. Если вы любите стейки и делаете их два раза в неделю. И вы любите стейки определенной прожарки. То вы видели, что процентов. Вот смотрите. Вот здесь, наверное, процентов 20. А вот здесь процентов дофига. Посмотрите. В центре есть сочность. Но она только в центре. Вокруг well done. А чтобы вы понимали. Такое мясо, оно стоит овер много денег. Чтобы вы понимали. Такое мясо, вот такая вырезка, она может сама стоить как су-вид. То есть, один кусок такой вырезки, одна вырезка, она может стоить как су-вид. Вот так. Поэтому, если вы стейки жарите часто, то вы должны понимать, что вы тратите на крутой отрез мяса 3000 рублей, 5000 рублей, 6000 рублей. Вы такой любитель стейков. И каждый раз без су-виды, как бы вы ни жарили, вы 20-30. Хотя, наверное, даже больше. Может даже 40%. Вот здесь, например, точно процентов 40 вокруг серого. Вы это просто теряете. То есть, вы получаете такое, типа, отбивная. То есть, вы эти соки, вы эту прожарку теряете. Поэтому, первое. Рецепт охерительный. Соус охерительный. 62 градуса. Великолепно. Более того. Оно остынет, но завтра с утра это можно будет нарезать. И не знаю, с каким-нибудь кусочком багета, с кусочком чиабатты, с хреном, с горчицей все это съесть. То есть, оно не становится супер кровавым. То есть, например, вот эта вот штука уже остыла. Да? Она супер сочная, но не стала кровавой. Вот. То есть, она просто сочная. То есть, это идеальная прожарка. Короче, друзья. Если вы часто жарите стейки, сувид это мастхэв. Если редко, можно обойтись и без них. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Если это видео соберет 100 тысяч лайков, я буду писать громовки в комментариях. В описании под видео. Но оно не соберет. Всем пока.